Я слышала, как люди описывают животных, словно ангелов, которые приходят и окружают кого-то любовью и поддержкой. Так поразительно. И я никогда до конца не понимала, что это значит, пока Лиза не появилась у Кайли. Кайли была сюрпризом для нашей семьи. Мы совсем не ожидали четвертого ребенка. Когда она только родилась, мы сразу стали называть ее Смайли Кайли. Но на самом деле это она заставляла нас улыбаться. Я думаю, больше всего меня восхищала ее жизнерадостность. Она сделает все, что потребуется, чтобы развеселить кого-нибудь. Она обожала быть на сцене. Это была ее страсть. И у нее это очень хорошо получалось. У нее было такое сильное воображение. Она была миротворцем, тем, кто объединял всю нашу семью. Кайли всегда особым образом встречала трудности жизни, находя радостные моменты даже в ужасных ситуациях. Для нас это было большим ударом, когда у Кайли диагностировали метастатический рак кости в возрасте 12 лет. Прогноз не был многообещающим, но мы начали курс лечения. Это был очень жестокий процесс для нее. Но она была мастером находить поводы для веселья. Когда она проходила лучевую терапию, она начала просить маленького котенка. У нас уже было четверо домашних животных. Мы сказали ей, давай закончим курс терапии, и ты вернешься домой, а потом поговорим об этом. Терапия вроде бы давала результаты. Она снова начала ходить и стала чувствовать себя лучше и немного больше есть. Мы были очень обнадежены. И затем, в последний день терапии, она начала жаловаться на боль в плече. У нее взяли анализы, и стало ясно, что рак распространился по ее всему телу. И в тот момент стало понятно, что она не справится с болезнью. Когда мы вернулись из больницы, она осознала свое положение, сделала жалостливый взгляд и спросила, «Теперь мне можно маленького котенка?» Мой муж сделал телефонный звонок, и буквально в течение часа милая леди из Организации спасения животных показалась в наших дверях с крошечным котенком, которого мы могли взять себе. Ее глаза слезились. Ей только что провели обработку от блох. Можно было сказать, что начало ее жизни было нелегким. Ее принесли Кайли. Кайли села и улыбнулась нам в самый последний раз и сказала нам, «Ее зовут Элиза, и вы должны звать ее Лиза». Кайли попросила бутылку и покормила ее молоком из бутылки. Она почувствовала усталость и снова легла. И Лиза свернулась на ее согнутой руке, положила лапу на плечо Кайли, и они остались так вместе. В течение следующих двух с половиной дней этот котенок не покидал Кайли. Мы пересаживали Лизу в коробку на то время, когда давали Кайли препараты, и она играла с моими дочерьми. Но затем она сразу же запрыгивала к Кайли и сворачивалась клубком. Она полностью посвящала себе Кайли. У нее была эта цель – любить Кайли. И это было самое прекрасное, что я видела. Когда подходило время, и мы уже знали, что Кайли недолго осталось быть с нами, она сказала Марку, что хотела бы, чтобы он нашел средства от детского рака. И затем она посмотрела на меня и сказала мне, «Мамочка, я хочу, чтобы ты позаботилась о моем котенке». Сначала я думала, что ее пребывание у нас должно было закончиться, что она была у нас ради Кайли, и что это было временное утешение. Но это было только частью утешения. Когда мы потеряли Кайли, Лиза точно знала, что нам было нужно. Я начинала плакать, и Лиза, где бы в доме она ни была, приходила, ложилась мне на колени и пережидала со мной ненастье. Я никогда не видела домашнее животное, особенно кошку, которая бы так чувствовала то, в чем мы нуждаемся. И забота о ней, и моя любовь к ней – это то, благодаря чему я знаю, что я все еще что-то делаю для Кайли. Я не знаю, как бы мы прожили этот последний год, если бы она не была частью нашей семьи. Этот маленький котенок так сильно изменил нашу жизнь. Мы все целиком влюбились в нее, словно такая большая душа, спрятанная в маленьком теле котенка. Кайли сказала мне заботиться о ней, но, похоже, будто на самом деле она шепнула Лизе, чтобы та заботилась обо мне. Субтитры создавал DimaTorzok